Отримать новые веды и сдолить выкористать их на практице. Черговый семинар школы молодых керавников прошел в Гомельском районе. На этот раз первым пунктом насыщенного маршрута стало предприемство «Гомель Агрокомплект». Чем цикавилися молодые керавники? Сюжет Марины Джалой. Виктор Крышавцов шесть годов працуя наместниками керавника предприемства «Искра Ветка». Кеноприватная является структурным подразделением Гомель Агрокомплекта. Коллектив больше 200 человек. Координовать их працу, чтобы она становилась еще больше эффективной, бывает непросто. Тому керавнисту важно учиться новому, переймать добрый опыт, находить новых партнеров и однодумцев. Такие задачи для выражения не на словах, а на справе. Сустреча в межах проекта «Школа молодого керавника» – это как раз коренница ведов, которые помогают развиваться и понимать, чем живет агропромысловый комплекс региона. «Это очень непросто в агропромысловом комплексе организовать полностью всю работу. Надо быть всесторонне развитым человеком, надо быть и агрономом, и животноводом, и механизатором, и психологом. Потому как на самом деле не так просто собрать всех людей в сельской местности, чтобы они работали именно на благо предприятия. Поэтому здесь можно приступить и много, большое количество аспектов юридических, экономических, которые на самом деле тоже неотъемлемая часть работы в сельском хозяйстве». Гомельский район для сустреча школы молодого керавника – показальный и интересный. Район делает кольца вокруг Гомеля. Это является приватным для агрария и развития бизнеса, сручным по инфраструктуре. На его территории – о Мальдиве сотни населенных пунктов. В их живе приблизно 70 тысяч человек. Пятая частка годовой – удельные ваги выручки отдельности агропромыслового комплекса. В районе упрацуют 10 сельгазпредприемств. Средняя зарплата в Голине за минулый год склала без малого 650 рублей. Самая высокая у работников с тяга родимы – Амаль – тысяча. «Очень интересная программа. Приехали несколько районов Гомельской области сюда молодые руководители, которые, я думаю, посмотрят, изучат и потом затем будут применять в своей практике. У нас также в планах работы – это проведение видеоселекторных совещаний на уровне области. Но большая работа проводится и на районном уровне. Мы это отслеживаем, смотрим, встречаемся. У нас есть наставники, которые есть, есть базовые хозяйства, к которым мы выезжаем». Головная увага не только в районе аллеи в области развитию живелого доуле. У приватности – в творчестве молока. На 60% его объемы залежат от кормовой базы и догляду за живелами. Далее, с конца минулого года в господарках региона началось обновление машино-тракторного парка. Новой техники будет Амаль – 30%. Пришемуся за бюджетные сродки. Только треба бережливой по-господарску корыстаться. «Когда молодые руководители посещают заводы, фабрики, сельскохозяйственные предприятия, они видят, какие условия создаются для работы на предприятии, что делается на предприятии для людей и перенимают богатый опыт. Для дальнейшей работы вот такие мероприятия позволят познакомиться поближе, узнать, что выпускает предприятие, завести какие-то деловые, скажем так, партнерские отношения». Школу молодого керавника открыли летосью весну. В мае будут подводить выники работы за год. Проанализуют, шагу отрималась досягнуть, веке возникали проблемы и какой будет дальнейшая тактика деятельности. Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадио «Компания Гомель», Гомельский район. Игорь Марышенко, телерадио «Компания Гомельский район». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова